Исследование скорости проведения по моторным волокнам. Запускаем программу НЕРОМИАН двойным кликом левой кнопки мыши по ярлыку на экране компьютера. Автоматически открывается карточка создания исследования. Заполняем фамилию с клавиатуры компьютера. С помощью кнопки ТАБ перемещаемся по строкам. Заполняем имя, отчество, пол из выпадающего меню и дату рождения, число, месяц и год, перемещаясь стрелками на клавиатуре компьютера. Заполнение даты рождения актуально для адекватной работы инструмента НОРМ. Также программа предлагает заполнить медицинские данные Анамнез и Диагноз. Нажимаем на ОК, указываем папку, в которой будет храниться исследование и вносим фамилию и отчество доктора, который будет проводить исследование. Открывается главное окно программы, на котором обозначены данные карточки пациента. Фамилия, отчество, возраст, дата исследования. Панель инструментов, на которой представлены кнопки с названиями тех функциональных проб, которые могут быть проведены на приборе НЕРМИАН. Спимоторные, F-волна, списенсорные, игольчатая миография, H-рефлекс, мигательный, инчинг, декремент, вызванные потенциалы. Выбираем кнопку спимоторные из выпадающего списка НЕРФ, МЕДИАНУС. Кнопка справа – это параметры теста. К ним мы можем обратиться для внесения изменений в некоторые настройки. В числе настроек – настройки стимуляции, фильтры, настройки задержки, параметры разбивок и другие. Параметры разбивок. Выбираем имена точек стимуляции. Ставим знак применения напротив запястья и следующая точка, проксимальная, локоть. Выбираем из списка имя мышцы, которая будет исследована. В данном случае – абдуктор полицисбревис. А также сторону стимуляции – слева или справа. И запускаем исследование. Настройки, внесенные в окне в выборе теста, при запуске исследования, сохраняются. Открывается сигнальное окно. Следующий шаг – это наложение электрода. Обращаемся по кнопке F1 и вызываем схему, на которой обозначены места наложения электродов регистрации или отводящих электродов. И положение точек стимуляции, куда мы будем прикладывать стимулирующий электрод. Накладываем электроды. Синий электрод на активный или минус на головку мышцы. Красный электрод на сухожилие. Обратите внимание, электрод заземления располагается между отводящим и стимулирующим электродами. Управление прибором осуществляется с помощью беспроводного пульта дистанционного управления, либо левой кнопкой мыши с клавиатурой компьютера. После того, как мы наложили электроды, нам надо проверить качество наложения. Для этого мы нажимаем кнопку проверка сопротивлений в окне мониторинга, либо на приборе. И мы можем оценить качество наложения электрода в цифрах, это килоомы, либо в виде цветовых индикаторов. Зеленый цветовой индикатор – это оптимальное качество, желтый – допустимое, и красный – это отрыв электроды. Проводим коррекцию под электродных сопротивлений. И приступаем непосредственно к стимуляции. Мы можем работать как с помощью левой кнопки мыши, но лучше всего и удобнее всего с помощью беспроводного пульта дистанционного управления. На пульте устанавливаем настройки стимуляции, вращая колесо, и наносим одиночный стимул, располагаясь в проекции нерва, в области запястья на 1-3 сантиметра, максимальные складки запястья. И добиваемся супрамаксимальной амплитуды стимула. Когда мы ее получили, по кнопке «Next» мы добавляем следующий трек, перемещаемся в локтевую ямку, опять наносим одиночные стимулы, и добиваемся супрамаксимальной амплитуды ответа. Итак, у нас есть два ответа с автоматически расставленными маркерами. Если маркеров нет, мы можем воспользоваться контекстным меню по правой кнопке мыши и выбрать опцию «Расставить маркеры автоматически». И программа расставит маркеры. Также мы можем воспользоваться опцией «Оперативные настройки». И здесь отрегулировать способ расчета амплитуды м-ответа. В данном случае выбран расчет негативной волны, а также способ расчета латентности. Если мы поставим знак применения напротив «Пиковая латентность», мы получим соответствующие данные. Следующий шаг – это внесение расстояний. То есть латентности нам известны, то есть известно время. Если нам будет известно расстояние, мы можем рассчитать скорость. Какие мы расстояния измеряем? Мы измеряем расстояние между электродом стимуляции, минусом электрода стимуляции и минусом электрода отведения, и между минусами электродов стимуляции в дистальной и проксимальной точке. И вносим эти значения последовательно в соответствующую строку расчетной таблицы, используя кнопку Enter. Получаем скорость проведения импульса по моторному нерву. Зеленым подсвечиваются нормальные значения, не выходящие за коридор нормы. Если мы хотим провести комментарий, мы нажимаем на кнопку «Комментарий» и вносим его. И далее интегральную таблицу попадают данные не только о данном нерве, исследовании которого мы провели, а также о всех других нервах, исследовании которых мы проведем. И мы воспользуемся этой таблицей для интегральной оценки. Протокол автоматически генерируется, и остается врачу написать заключение. Спасибо за внимание.